Сегодня днём на пешеходном переходе сбили 16-летнюю девочку. ДТП произошло на улице Баграда. С травмами ребёнок был доставлен в медицинское учреждение для осмотра. Уважаемые водители транспортных средств, Госавтоинспекция Республики Буряти призывает вас, подъезжая к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, быть предельно внимательными. Что касаемо пешеходов, переходя проезжую часть, убедите, что все транспортные средства остановились и готовы вас пропустить. Только после этого продолжайте движение. Не обошлось и без огня. Пожар на улице Пищевая, 42, произошёл накануне вечером. Возгорание было на втором этаже нежилого двухэтажного строения. Старое деревянное здание вспыхнуло, как спичка, говорят жители близ лежащих домов. Сообщение о возгорании поступило около 18.00. На место незамедлительно выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей города. На момент прибытия первых подразделений к месту пожара наблюдалось открытое горение на втором этаже брусового нежилого дома. Около 20 минут потребовалось огнеборцам для локализации очага на площади 50 квадратных метров. Ещё около получаса ушло на его полную ликвидацию. Всего к тушению привлекались 21 человек личного состава и 6 генетинских техники лондонского пожарно-спасательного гарнизона. На месте пожара работала звено газодомозащитной службы. Чудом обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. А в Заиграевском районе сотрудники уголовного розыска задержали двух улануденцев. Их подозревают в разбойном нападении на автозаправочную станцию. Установлено, что ночью 14 ноября двое жителей Улан-Удэ 31 года и 23 лет зашли в помещение круглосуточной заправки. С помощью топора разбили окно и проникли в операторскую. Угрожая ружьём, один из злоумышленников приказал девушке-кассиру и её несовершеннолетней родственнице лечь на пол. Другой похитил из кассы более 8 тысяч рублей. Затем один из злоумышленников сломал монитор камеры видеонаблюдения и нападавшие скрылись на автомобиле. У подозреваемых изъято гладкоствольное ружьё, топор и автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 12 лет лишения свободы. А на днях сотрудники МВД изъяли почти тонну незаконно добытого омуля. Браконьеров задержали недалеко от посёлка Горный. В автомобиле злоумышленников было найдено 1126 особей байкальского эндемика. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в сбытии незаконно выловленных водных биологических ресурсов. В ходе обыска по адресу его проживания изъято 13 особей омуля и более 3 килограммов икры. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации. По предварительным подсчётам, ущерб, причинённый государству, составил почти 13 миллионов рублей. Всего в Бурятии в рамках второго этапа операции «Путина-2021» из незаконного оборота изъято более 7 тонн нерестого омуля. Движемся далее. В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. На большей части территории ожидается снег. Местами сильные снегопады. Усиление ветра до 20 метров в секунду. Метели. Понижение температуры на 10 градусов. Главное управление ЧАС России по республике Бурятия обращает внимание жителей республики на соблюдение мер безопасности. Призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. С понижением температуры необходимо уделять повышенное внимание печному отоплению, электрическим и газовым приборам. Не оставляйте детей без присмотра. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь по номеру 101 или 112. Эктина Иллистратова, Жаргал Срендашиев. Новости дня.